Израильские танки в центре Рафеха. Несмотря на запрет международного суда ООН, ЦААЛЬ продолжает военную операцию в городе, ставшем последним оплотом Хамаса. В ответ на ракетный удар группировки по центральным районам Израиля в Иерусалиме, очевидно, приняли решение завершить разгром террористов даже вопреки позиции ближайших союзников. Как сообщается, военные заняли стратегически важный холм Зоруб – самую высокую точку в районе, позволяющую контролировать границу сектора Газа с Египтом. Премьер-министр Израиля Бенямини Таньягу уверен – Иерусалим сделал достаточно для мирного населения. А трагические случайности, подобные инциденту, с гибелью гражданских лиц в результате удара по объекту Хамаса на совести группировки. В Рафехе мы уже эвакуировали около миллиона мирных жителей. Несмотря на все наши усилия не причинить вреда никомбатантам, что-то, к сожалению, пошло не так. Мы расследуем этот инцидент и перейдем к выводам, потому что это наша политика. Для нас каждый раненый мирный житель – это трагедия, для Хамаса – это стратегия. В этом вся разница. Я обещал заложникам, что не оставлю попыток вернуть их всех домой. И тех, кто жив, и тех, кто мертв до последнего. И я буду продолжать сражаться, пока мы не поднимем знамя победы. Некоторые факты расследования привел представитель армии обороны Израиля, бригадный генерал Даниэль Агари. Целью удара был объект, который находился на расстоянии почти двух километров от гуманитарной зоны Аль-Маваси, где находились гражданские. Здесь вы видите место, где был осуществлен удар. Несмотря на заявление Хамаса, это произошло за пределами территории, которая считается безопасной зоной. Территория, по которой был произведен удар, была под наблюдением с целью минимизации ущерба. И вот вы видите кадры самого удара. Удар был нанесен точечно по зданию, где находились высокопоставленные боевики Хамаса. Были применены самые маленькие бомбы, которые используются во время авиаударов. По причинам, которые до сих пор выясняем, возник пожар. Я бы хотел подчеркнуть, что наш удар не был причиной возникшего пожара. Мы рассматриваем разные варианты, включая вероятность того, что пожар возник в результате детонации боеприпасов, которые хранились в этом здании. Еще один резонансный инцидент, который расследуется. В ходе перестрелки в районе пограничного перехода Рафех между Египтом и сектором Газа погиб сотрудник Сил безопасности Египта. Иерусалим Каир заявили о начале расследования инцидента. Вооруженные силы Египта проводят расследование по поводу инцидента с перестрелкой в приграничном районе Рафеха, которая привела к мученической смерти одного из сотрудников. В начале месяца Израиль взял под контроль пограничный переход Рафех с сектором Газа, что вызвало резкую критику со стороны Египта. С тех пор, как Каир и Иерусалим подписали мирный договор в 1979 году, страны довольно тесно сотрудничали в области безопасности. В частности, Египет поддержал блокаду Газы после того, как Хамас взял территорию под контроль в 2007 году. Между тем, в связи с воскресным инцидентом в Рафехе и последующими действиями Израиля на экстренное заседание созывается Совет безопасности ООН. Генсек Всемирной организации и представители профильных департаментов осудили израильскую атаку, назвав ее убийством десятков невинных гражданских лиц, которые лишь искали убежище от этого смертоносного конфликта. Мы слышали, что это называется трагическим происшествием, ошибкой. Я думаю, вопрос в том, как тогда называть жестокие нападения, в результате которых погибли тысячи и тысячи детей. Как мы можем описать действия, которые привели к голоду всего населения? Что мы ответим на этот вопрос? Что мы скажем о тех бесчисленных детях, которым ампутировали руки и ноги? Или о тысячах, которые остались сиротами? Каким языком описывается беспрецедентное опустошение домов и школ? Я думаю, что тогда, безусловно, следует задаться вопросом, сколько еще ошибок мир собирается терпеть? Осудили действия Израиля и его союзники. А глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Бураль со своей стороны заявил, что он в ужасе от новостей об израильских ударах по Рафиаху, в результате которых погибли десятки перемещенных лиц, включая маленьких детей. Последняя цифра, похоже, составляет около 40 человек, включая маленьких детей, сожженных. Я осуждаю это самым решительным образом. Это доказывает, что в Газе нет безопасного места. И эти нападения происходят сразу после того, как Международный суд постановил прекратить всю военную деятельность. Аналитики отмечают, позиция ЕС постепенно склоняется к антиизраильской. Признание палестинской государственности со стороны Испании, Ирландии и Норвегии может послужить началом процесса палестинизации ближневосточной политики всего Содружества. Все эти годы большинство стран ЕС отказывались признавать государство Палестина. Признание Палестины не направлено против кого-либо и, менее всего, против Израиля – дружественной нации, которую Испания ценит и уважает, и с которой мы стремимся развивать максимально прочные отношения. Более того, наше решение отражает наше абсолютное неприятие Хамаса – террористической организации, которая выступает против решения о создании двух государств. Государство Палестины в первую очередь должно быть жизнеспособным с коридором между западным берегом реки Иордан и сектором Газа, а также с Восточным Иерусалимом в качестве его столицы и должно быть объединено под законным правительством Палестинской национальной администрации. Мадрид, Дублин и Осло объяснили свое решение тем, что оно активизирует усилия по прекращению огня в войне Израиля с Хамасом в Газе. И хотя это решение носит в основном символический характер, указанные государства надеются, что процесс признания наберет обороты и решение подтолкнет другие страны Европейского Союза последовать примеру Испании, Ирландии и Норвегии. К слову, в ЕС палестинское государство до этого признали Швеция, Кипр, Бенгрия, Чехия, Польша, Словакия, Румыния и Болгария. О возможности признания палестинского государства в последнее время заявляли Великобритания и Австралия. США со своей стороны придерживаются мнения, что государственность Палестины должна быть частью процесса нормализации и выступает против подобных авансов. Часть американского политического истеблишмента и вовсе считает подобное развитие событий катастрофическим, учитывая поддержку идеологии Хамаса многими палестинцами. Экс-постпред США при ООН Ники Хейли, которая сошла с предвыборной президентской гонки, приехала в Израиль с визитом солидарности. Она посетила кибуц Нир-Оз, место, где проходил фестиваль НОВА, и из Дарот. Я обращаюсь ко всем тем странам, которые решили признать палестинское государство. Знаете ли вы, каково это было здесь, в Израиле? Вы только что вознаградили Хамас за все, что он сделал. Мусс и Международный суд только придали смелости Хамасу. А когда друзья Израиля отступают, в дело вступают террористы. Это было организовано Ираном, ему помогала российская разведка, а он подпитывался деньгами из Китая. Не отрицайте этого, Китай все время финансировал Иран. Российская разведка помогла ему знать, где что находится. Иран помог им обучиться. Так что это не Хамас. Посмотрите на них, это все убийцы и сообщники. Тысячи палестинцев приходили, грабили и убивали, и вернутся снова. Причина, по которой это важно, это то, что существует целое поколение палестинцев, которые сейчас придерживаются этой идеологии Хамаса. Теперь я молюсь за палестинцев, чтобы они вычеркнули Хамас из своей жизни. И то, что нужно сделать сейчас, это хирургическое вмешательство, чтобы пойти туда и убедиться, что Хамас ликвидирован. Нужно покончить с Хамасом. Не останавливайтесь, пока не закончите. Но тогда убедитесь, что подобное никогда больше не повторится со стороны Хамаса или кого-либо еще. Я всегда буду подталкивать Америку делать то, что я считаю правильным. А именно поддерживать своих друзей и не колебаться в этом. Аналитики со своей стороны отмечают дипломатическое признание государственности вряд ли изменит текущую ситуацию на палестинских территориях. Израиль явно намерен добиться исполнения главной цели, продолжающейся уже 8 месяцев войны – уничтожения Хамаса. А для этого Рафех должен быть взят под полный контроль. Субтитры создавал DimaTorzok